Панцергаубица 2000. Королева эффективности и надежности. Российско-Украинская война стала отличным полигоном для проверки эффективности различных типов вооружений. В том числе это касается современных богов войны, ствольной и реактивной артиллерии. Французские «Цезари», польские «Крабы», американские М109 «Паладин», британские АС-90, словацкие «Сузаны», чешские «Даны» и «Дита» активно и эффективно принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. Но особо среди них выделяется Панцергаубица 2000, образец настоящего немецкого качества и надежности. Многие военные эксперты считают ПЗХ-2000 одной из самых лучших в мире самоходных гаубиц, а ее эффективностью на поле боя на сегодняшний день мало кто может конкурировать. Самоходная гаубица ПЗХ-2000, бронированная гусеничная боевая машина с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Боевое отделение с вращающейся башней занимает всю среднюю и кормовую части машины. Броня башни обеспечивает защиту от стрелкового оружия калибром до 14,5 мм и крупных осколков артиллерийских и минометных снарядов. Сверху наиболее ответственные места самоходки прикрыты реактивной броней. Это обеспечивает защиту от кумулятивных поражающих элементов кассетных боеприпасов, артиллерийских снарядов и авиационных бомб, а также от боеприпасов с ударным ядром. В лобовой и бортовой проекциях САУ установка блоков реактивной брони не предусмотрена, поскольку ПЗХ-2000 не предназначена для действия непосредственно на поле боя. ПЗХ-2000 оборудована системами защиты от оружия массового поражения, вентиляции, а также предупреждения о пожаре и пожаротушении. Дополнительной мерой защиты экипажа является прочная перегородка, отделяющая заряды в задней части башни от боевого отделения. В случае детонации зарядов энергия взрыва направляется назад, что существенно повышает вероятность выживания экипажа в бою. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Основное вооружение ПЗХ-2000, 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра, чуть более 8 метров, установленная в башне кругового вращения. Диапазон углов вертикальной наводки составляет от минус 2,5 до плюс 65 градусов. Орудие разработано компанией Рейнметал Индустри. Канал ствола хромирован, что продлевает срок его эксплуатации. Объем зарядной камеры составляет 23 литра. Орудие снабжено щелевым дульным тормозом нового образца, который уменьшает интенсивность вспышки при покидании снарядом ствола орудия и уменьшает откат орудия. Полуавтоматический клиновый затвор оснащен магазином на 32 стандартных капсюля детонатора с кольцевым конвейером. Дополнительное вооружение САУПа ЗХ-2000 состоит из 7,62-мм пулемета МГ-3 и 8 гранатометов, предназначенных для отстрела дымовых гранат, по четырем с каждого борта. Боекомплект самоходки включает 60 артиллерийских снарядов, 48 полных метательных зарядов, а также 2000 патронов к пулемету и 8 гранат для гранатометов. Новаторской особенностью ПЗ-H-2000 стало применение системы модульных метательных зарядов МТЛС, разработанных фирмой Ринметал. Полный заряд в этой системе состоит из шести модулей, пять из них идентичны. Применение МТЛС позволяет увеличить скорострельность, препятствует образованию нагара в канале ствола и его быстрому износу, увеличивает эффективность стрельбы и ликвидирует опасность возгорания. Максимальная дальность ведения огня стандартным снарядом L-15A2 составляет 30 километров, снарядом с донной насадкой, донным газогенератором, бейсблит около 35 километров, активно-реактивными боеприпасами типа Эскалибур, 40 километров. Вместе с тем, Гаубица может вести огонь и с применением традиционных зарядов НАТОвского стандарта. При работе САУ в автоматическом режиме для ее обслуживания достаточно двух членов экипажа, хотя ее штатный экипаж состоит из пяти человек. Помимо командира, наводчика и механика-водителя, он включает двух заряжающих, вступающих в дело при пополнении боекомплекта или выходе из строя автомата заряжания. Боевой дебют ПЗ-H-2000 состоялся в Афганистане. В августе 2006 года в состав голландского контингента, действовавшего в провинции Кандагар, прибыли три такие самоходки. В сентябре того же года они приняли активное участие в операции «Медуза» по установлению контроля над городом Панжево и его окрестностями. В следующем году голландский контингент перевели в провинцию Урузган, здесь ПЗ-H-2000 участвовали, в частности в штурме города Хора 15-19 июня 2007 года. Опыт эксплуатации ПЗ-H-2000 в Афганистане показал, что она является очень эффективным огневым средством. В то же время, фильтровентиляционная установка САУ оказалась недостаточно эффективной в условиях сильной запыленности. Потребовалось также усилить защиту верхней проекции самоходки, поскольку талибы активно применяли минометы. Являясь первой самоходной гаубицей, самостоятельно созданной в Германии после Второй мировой войны, ПЗ-H-2000, без преувеличения, задала новый стандарт разработки САУ в других странах мира. Эта машина обладает огневой мощью, сравнимой с тремя самоходками М109 последних модификаций. К тому же, немецкая артсистема имеет куда больше шансов уцелеть на поле боя благодаря высокой подвижности, лучшему бронированию, возможности действовать как в роли стационарной огневой точки, так и в качестве мобильной системы вооружения. Бортовая система самоходки позволяет ей действовать независимо от внешних корректировщиков и артиллерийских наблюдателей. Тактико-технические характеристики САУ ПЗ-H-2000 Масса в базовом исполнении 55,8 тонны. С установленными блоками реактивной брони 57,66 тонны. Длина по корпусу 7 метров 91 сантиметр. С пушкой вперед 11 метров 67 сантиметров. Ширина 3,5 метра. Высота. 3 метра 46 сантиметров. Клиренс. 0 метров 44 сантиметра. Мощность силовой установки. 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость. По шоссе 67 километров в час. По пересеченной местности 45 километров в час. Емкость топливных баков. 1000 литров. Запас хода по шоссе. 420 километров. 520 километров. 520 километров. 920 километров. 920 километров. 920 километров. 920 километров. Продолжение следует...